всем привет всем здравствуйте меня зовут елена это канал посвященный вязанию но сегодня видео будет не про вязание как вы догадались сегодня будет логично продолжение предыдущего видео и я вам расскажу про то как прошел первый день на выставке формула рукоделия сегодня стартовала было торжественное открытие в главном павильоне выставки на сцене но я к сожалению не смогла присутствовать по уважительной причине потому что я работаю на своем стенде на стенде добрынской мануфактуры это мое маленькое скромное такое дело которым я посвящаю практически всю 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 себя в которой я насильственным образом иначе не скажешь тянула всю свою семью всех своих близких и заставила их в прямом смысле заставила их трудиться тоже во благо этого дела так что да так что мы все были на стенде и к сожалению я не смогла отснять для вас кадры открытия но к сожалению вот так как-то так сложилось что вязальные блогеры да и в целом вязальщицы ну не посещают эту выставку точнее не посещают так массово как это делают вот любители вышивки ну в общем то да павильон центральный номер 4 он конечно весь посвящен теме вышивки там и уже от отшитые работы представлены и картины и панно огромные и маленькие миниатюрные картинки очень много разработчиков всевозможных сюжетов но естественно крупные производители в том числе и в том числе маленькие мастерские технические лаборатории ну а также багетные мастерские то а вот если все-таки обратить внимание на вязание то можно кое-что найти интересное сегодня я специально ходила на разведку по выставке до оставил ответственное лицо на стенде доверила ему так сказать самую важную задачу по продаже наших изделий а сама вооружилась камерой и отправилась гулять смотреть что же есть интересное для нас для любителей вязания ну в общем то я нашла интересно да была пряжа были постоянные участники это пряжи для вас это пряжа нора я также мпк мини кирова это тоже постоянный участник всегда их можно найти на этой выставке а еще сегодня случилось любопытное знакомство ко мне на стенд подошел александр представитель фирмы швей торг представился рассказал что у них собственное производство базируются они в городе краснодар но работают в принципе в общем-то по всей россии у них представительство есть и и других городах работают они ну во первых они представляют пряжу и работают они с турецким сырьем закупку делают в турции но а сами уже мотают пряжу непосредственно на фабрике у себя у них большой стенд любопытный действительно пряжа мне понравилась потому что тот ассортимент турецкой пряжи который представлен у нас магазинах но который для нас до имеется в общем доступе я почему-то никогда не встречала чтобы например были такие любопытные составы как хлопок меринос и шелк и все это в одном мотке вот я не встречала таких составов быть может я совсем далека от реалии отстала уже от жизни но но ей богу и италия да пожалуйста в бобинная пряжа до такой состав можно встретить но в турецкой пряжи нет не доводилось 50 на 50 меринос хлопком а 50 на 50 меринос с полиамидом в общем-то очень и очень любопытные составы приятная на ощупь пряжа вы все то что мне удалось пощупать потрогать очень приятные глазу расцветки такие современные природные спокойные твидовые расцветки любопытные знаете я была впечатлена вот честно знакомство началось с того что представитель компании александр подошел на мой стенд представился рассказал о себе и заинтересовался собственно говоря нашими изделиями из чего мы вяжем из какой пряжи я не долго думая рассказала перечислила в общем-то все 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 варианты какие мы используем у нас действительно разнообразные варианты и турция и италия и в общем-то и отечественная пряжа вы знаете что я являюсь поклонником отечественной пряжи и соответственно александр встречно предложил мне пройтись прогуляться на их стенд рассказал о том чем они занимаются в общем то если вкратце то они работают с турецким сырьем и сама перемотка пряжи уже происходит непосредственно в краснодаре на их производстве и очень интересный момент они проводят собственную экспертизу ну да понятно партнеры турки предоставляют документацию предоставляют сертификаты на свою продукцию на сырье но здесь в москве швейторг проводит независимую экспертизу для того чтобы удостовериться что действительно то процентное соотношение волокон которые заявлены составе пряжи она действительно соответствует правде потому что александр поделился своим жизненным опытом профессиональным опытом что далеко не всегда не всегда то что действительно содержится в пряже и то что заявлены этикетках не всегда эта информация совпадает к сожалению александр назвал представителей производства, то есть он назвал конкретные бренды, но уж позвольте я не буду озвучивать эту информацию, потому что она довольно скандальная и я думаю, что у нас в любительских кругах и так давно известно, кто из турецких производителей любит вот так вот немножечко приукрасить так сказать, свою продукцию и может ввести в заблуждение своих потребителей и информация на этикетке не всегда соответствует правде. Ну, не будем о грустном, давайте все-таки прогуляемся по стенду Швейторг А, и еще очень интересный момент обратите внимание на модели которые находятся на манекенах это готовые связанные изделия вяжут также представители компании и очень любопытный момент так как эта организация находится на юге России, в Краснодарском крае, то соответственно и основной контингент заказчиков у них находится именно там, в тех же краях а также Кавказ и действительно по наблюдениям представителей этой компании мода отличается вот у нас севернее, да, в столице и в южных краях мода отличается поэтому их дизайнеры и их вязальщицы работают с учетом, так сказать, пожеланий и предпочтений людей из другого региона, то есть там быть может больше ажуров, там быть может более яркие краски используются вы можете видеть, да, что вот в отвязанных моделях присутствуют определенные особенности кавказского менталитета в общем-то смотрится очень необычно либо вот 25% всего ангорки но за счет того, что ангора настоящая вы же вяжете сами из ангоры всего-навсего дорого, ангора сто процентов стоит денег да заценивай а можно и шерсть шерсть, хлопок, полиамид вся пряжа здесь на стенде не стирана понятно, без ВТО чисто обязан вообще без ничего и то она начала уже раскрываться Да, она форму уже держит, это хорошо. Петли ровные, что до ВТУ, в общем-то, редкость. Да, да. И крючком. Да, проводим такой краш-тест на москвича. Здесь приложила, тут подергала, пошла булочку, поела, руки вытерла. Не, ну это надо, за это надо ругать. Да ладно. Заодно сделаем зато. Природная, натуральная, да. Состав роскошный. Ага. То есть ты какой цвет хочешь? Сейчас, 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 определимся. Так, состав, да? 80, шерсть веносовая, 20, шелк. Вот о чем я говорю. 25, да, я делаю. И цвета, конечно, просто роскошные. Просто роскошные цветы. Молодец. Так, классно. Ой, это я хожу с тобой. Спасибо. 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 Это же вот она, да? Правильно? Это Кристина, да? Да, это моя жезетка. Прям носа теряется, да? Ну, да, вот я ее одел, но я ее еще тоже не стирал. Она еще у меня не его простала. Понятно. И хорошо. Понятно. То есть нужно постирать. Ну, понятно. Нет, она хороша. Она хороша, она не хороша. Ровненько петли укладывается, это очень показательно. То, степень, как петли смотрятся. Это вот модель мне приснилась, например. С ручком, да? С большим капюшоном, который можно делать и как бородник. Ну, конечно, вам автовики нужны, однозначно. Это интересно. У нас они есть. Они у нас есть. Мы уже как бы работаем, но мы все равно приезжаем, потому что после каждой высоты два, три, четыре. Покажи мне, где длина нитки. Цена не единственная. Вот. 50 грамм, 200 метров. 400 метров. Хорошая длина. 8% мереносовая шерсть, 20% шов. Сейчас вот. Вообще, холодно, очень. Ну, это бы даже, наверное, мне бы не кололось. Это вот Турция перемотанная в Краснодаре, да? Да. Пойду за светлым. Пойду за светлым.